И которые вы все это заполировали, я говорю, вот это разъединить не так все просто бывает. То есть по сути на это основание вы можете делать уже итоговую коробку? Да, какую угодно. Вы можете имакс делать, хотите циркон делать. По большому счету чаще всего делают, конечно, имакс, если это одиночки, а если это мосты, то уже, да, уже где-то циркон. Вот, такие вот есть хорошие вещи. На самом деле, меня очень порадовала вот эта заготовка, которая вот с этим с посадочным местом, потому что у нас достаточно много идет немедленных нагрузок и временных коронок на импанты. Опять-таки, почему мы приходим в ситуацию, когда нам нужны индивидуальные аббатменты? Сейчас разные варианты аббатментов, которые у нас тут есть, я их все прикручу на модель, мы посмотрим, и будет понятно, почему это нужно. Я вот сюда положу. Вопрос о том, что вот эта рабочая модель, по ней сделана работа или делается? Уже сделанная, но все равно она хранится. Никаких обоидов и компрессивность, ну, доктор не планировал, и многие от этого отходят. Здесь условно-съемный протез на самом деле стоит, поэтому как бы... Не все это практикуют, не всем это нужно. Ну, удлиняет процесс лечения. Ну, с другой стороны, знаете, лучше потратить время в процессе подготовки, зато оно потом значительно сократится на этапе протезирования. Я просто хочу сейчас все разные прикрутить, какие у нас есть, и угловые, и какие. Объясню, для чего мы можем еще... Бывает, нужно нам индивидуальные аббатменты. Видно? Так, это у нас сколько? 15 или 15? 15. Опять-таки, вот тут у нас имеются самые разные, да, варианты аббатментов. Прямые, прямые, более глубокие, с юбкой, с высокой, с короткой. Вот это однозначно, все придется дорабатывать в лаборатории, правильно? То есть, появляется такой момент, который, в общем, называется доработка или индивидуализация аббатмента. Некоторые доктора потом очень часто задают в лаборатории вопрос, а зачем, почему, типа того, за что вы деньги берете, что такое доработка аббатмента, вообще, как это так? Потому что покупается самый дешевый аббатмент, а потом кто-то из него должен сделать практически индивидуальный. И почему еще хотят люди за это деньги взять? Поэтому есть варианты. Если не хотите, чтобы вам дорабатывали аббатменты, индивидуализировали их, пожалуйста, заказывайте индивидуальные заранее. Это дороже. Ну вот, как бы, каждый идет по своему пути, доктор. Каждый решает свои проблемы так, как он, в общем, для себя, какой путь он выбрал правильную, по такому он и пойдет. Здесь, смотрите, можно подобрать. Да вот, замечательный получается, очень хорошо видно. 15-ти градусный аббатмент. Вот он совершенно четко встал в нужную нам позицию. Нам тут ничего и не надо индивидуализировать. Мы по высоте можем подобрать, и все. И мы можем сразу делать на нее готовую работу. Да, да, и все. В этих же случаях, посмотрите, нам везде нужно доработать уступ. Нам нужно дать правильное направление. То есть тут уже серьезная, конкретная работа, да. Поэтому вот, ну, а говорю, варианты разные. Вот по посадке, глубже, короче. То есть выбрать можно все, что нам нужно. Это, как правило, это, в общем-то, врач... Ну, значит, как правило, тогда доктора отправляют в лабораторию, и техники уже смотрят, и сами рекомендуют, какие нужно заказывать аббатменты. Да. С лицевой дугой? Квакушная. Ну, знаете, лицевая, когда нужна лицевая дуга? Она никогда не нужна лицевая дуга. Это очень у меня неоднозначное к этому отношение, честно вам скажу. Зубы работало, мы нужны зубы, и центральное соотношение, фиксация боковых отделов. Это то, что нам нужно. Можно сделать симметричное смыкание, освободить балансирующую сторону введения, формировать действительно клыковое введение, групповое введение боковых отделов. Это все можно сделать только через временные коронки. Как бы вы не поставили лицевую дугу... Нет, но изначально, извините, определяет с помощью восковых шаблонов, да? Изначально, вот, сначала я снимаю обычными трансферами. У меня они торчат во рту. Да, да, да. Я вынимаю те, которые мешают добиться. Безусловно, есть какая-то погрешность, она есть и в том варианте, и в этом. Если минус закрытой ложки в том, что мы вставляем туда трансфер, то минус ответа в том, что внутреннее позиционирование, оно идет не плотно, а очень пассивно, только за счет винта. И там тоже есть небольшая конвергенция относительно этого дела. То есть в любой методике есть какие-то плюсы и минусы. Для маляров очень удобный, для маляров. Обратите внимание, он такой широкий. Она нам даст зрачковую линию. Она нам... На самом деле, как техник, я могу сказать, что, конечно, с лицевой дугой удобно работать. Удобно в каком плане? Что ты получил лицевую дугу, ты ее к артикулятору очень удобно придипсовал, зафиксировал и все. Просто, к сожалению, в большинстве случаев, в общем-то, как используют у нас лицевую дугу. То есть это тот же самый оклюфаз, только зафиксированный на специальную ложечку. Никто же углы... Ну я не знаю, дай бог, три доктора в городе выставляют углы. Понимаете? И смысл приобретать артикулятор за 2-3-4 тысячи евро, для того, чтобы он стоял и использовался как усредненный артикулятор, ну вот как-то... Ну, опять-таки... Мне вот, конечно, мне удобнее. Не мучиться, когда мне пришел непонятный кусок чего-то там, то, что доктор решил назвать прикусом, понимаете? И я когда звоню, говорю, доктор, что же вы делаете? Вы меня вот тут закусили, вот тут как-то непонятно как, а челюсть-то вообще без зуба. Да что вы, Ксения Викторовна, там же сустав стабильный, вы не волнуйтесь. Я говорю, так это там сустав, а у меня 2 модели. Где у меня сустав-то? У меня же нет сустава-то. И такое бывает, немедленная нагрузка особенно. Вот первую методику сейчас объяснили, когда она сама моделирует из воска по тому профилю тесны, который я смоделировал. Она моделирует из воска и отдает это в литейку и отливает это из металла. Но я обычно, я не отдаю это в литейку, мы сканируем, мы сканируем, отправляем в каткам-центр, чтобы нам выточили. 5-6 лет назад мы делали это на основе золота либо кубльт-крового сплава. Сейчас это упрощено, потому что каткам-центры по модели, сканируя модель, либо сканируя ту восковую моделировку, которую она уже сделала, может вылить нам полную реплику этой композиции либо из циркона, либо из титана, из чего угодно, ну, кроме золота. Золото не перетает. На самом деле, как правило... А более точная метод, я имею в виду и восковую закатывал посканировать или все-таки модель? Да нет, они же стандартные. Они в этой стандартной. Потом, когда вы сканируете, понимаете, там существуют еще такие специальные скан-боди, такое приспособление. То есть в программе каждого сканера есть библиотека, в которой разные системы имплантов присутствуют. И уже вот эта внутренняя часть, она уже в программе в этой библиотеке есть. Поэтому нам нужно только нашу внешнюю, вот эти те самые особенности индивидуальные, почему она индивидуальный аббатмент. Понимаете? То есть там индивидуальный сверху. На самом деле, да. Заказываем мы полностью титановые, как мы в моей лаборатории, из титана, индивидуальные аббатменты. Либо, если это цирконевые, то на титановой основе. Потому что все-таки, как показывает практика, правильные все эти конструкции, чтобы посадочное место было, ну не надо делать цельно-цирконевые. Либо титан, либо титановая основа, да. То есть кранковая часть, понятно, она для эстетики, да, но намного лучше, конечно, вот это вот, чтобы был циркон, особенно если это вот какие-то такие работы в эстетической значимой зоне. Но все-таки вот соединение титанового импланта с циркониевым аббатментом, оно не очень хорошо, как вот много сейчас пишут об этом, много говорят об этом. И в общем как-то мы стараемся тоже не рисковать, не рисковать, не рисковать, да. Да даже одиночка, слушайте, на самом деле, все-таки, понимаете, циркон очень хороший материал, очень его люблю, и много с ним давно работаю, но в то же самое время, все-таки, когда идет нагрузка, большая нагрузка, а попробуйте потом переделайте работу. Это очень непросто будет. Вот, поэтому лучше, конечно, вот я вам сейчас продемонстрирую как раз вот. Титановое основание, вот оно и есть. Во-первых, во многих фрезерных центрах, да, в которых, ну вот. Вот заготовка, видно, видно. Заготовка, вот титановое основание, вот оно. А дальше можно намоделировать все, что вы хотите. Вы можете отлить, если вы хотите. Но правильнее, вот на самом деле, вот это будет. Ну вот тут вот. Вот. Заводняется потом. Не, набывается. Становая основа с цирком. Склеивается. Склеивается. С цирком. Да, те же самые цементы, на которые фиксируете. Жекотекущие. цемент этот на уровне костной ткани, сколько он там будет в таком стабильном положении. Нет, но на самом, не, секундочку, на самом деле, приклеивается это лабораторно. Поэтому все это заполировывается, все это удаляется, то есть это все заполировывается так, что ничего нигде не остается. Поэтому, конечно, на самом деле, то есть риск минимальный, в том плане, что цемент попадет, это же не во рту. Надо бы это цемент вот в тех историях, которые мы там описывали. Это вот в коронке много цемента, подвесну. Это да, это беда. А вот это на самом деле, я думаю, Нет, это как я говорю, все лабораторно, все это, поэтому все это, все как следует сделано, все это заполировано, то есть оно все ровненько, гладенько, и в общем-то, вы захотите. Иной раз бывает очень большая проблема, бывают ситуации, когда нужно вынуть вот титановую основу, я вам могу сказать, что это очень непросто порой бывает. И после печечки даже, потому что зацепиться не за что абсолютно, то есть его вынуть очень сложно. То есть когда вот оно сделано хорошо, вот этот вот переход, он просто, не знаю, чем показать, вот этот вот переход, он настолько, вот сейчас я сняла, да, вот. Вот титановая основа, вот она. Вот так она примерно выглядит. И когда мы это все приклеили, вот оно все настолько точно садится, да, если все хорошо сделано, оно садится точно, то есть она вообще как притертая пробка. Представьте, там еще цемент, здесь уже как притesting. Добавил сэнкönigsга. ейсергос. heaven Situation. Она сможет, говорит, грех, дорогая. Слуга. Іграя.